Мы уже заговорили о детях, нельзя не вспомнить об одном из самых главных увлечений из нашего детства. Это кораблики. Мы делали их из пенопласта и запускали на первых весенних ручьях. А у кого-то подход был серьезнее в кружках судомоделирования. Точные копии пассажирских и военных судов создаются любителями и профессионалами. Это не просто хобби, а настоящий технический спорт. Подробнее наши коллеги. Полный вперед! Для всех любителей дальнего плавания. Моделированием кораблей занимались еще в древности. Но тогда увлечение носило религиозный характер. Сейчас в точности его создают суда ради удовольствия. Бросает якорь крейсер Лилка. Точнее его уменьшенная копия. Выполнил ее корабельных дел мастер 12 лет. Копии военных крейсеров и эсминцев парусники из красной лайнера собирают ребята своими руками в секции судомоделирования. Я свой корабль собирал от года до полутора. Для начала я вытачивал болванку. Это идет по чертежам. С помощью копирки я его переводил на дерево. Потом вырезал с помощью электролоптика. Болванку эту я собирал и обклеивал ее стекловолокном. Потом покрасил его, и все. А потом уже занялся настройками. Я поставил новый двигатель, более мощный, чем стандартный идет. Который в машинках, я поставил туда более мощный. Начинающие мастера занимаются в студии уже с 9 лет. Среди учеников, кстати, есть и девочки. Все юные конструкторы постепенно осваивают технику сборки, начиная с чтения чертежей и заканчивая внешней отделкой. Каждая деталь корабля выполняется вручную. Ребята, я обучаю владение инструментов в первую очередь. Сначала у них идет начальное моделирование. Потом уже из дерева начинают делать. И потом уже, когда навыки появляются у них, они начинают уже более сложные модели делать. Все это делается из стеклоткани, эбоксидовой смолы, дерева, металл. Любой материал, какой имеется в наличии. И пластмасса, и все, стекло, стекло, и все это делается как раз из разных материалов. Судомоделирование – это вид технического спорта, поэтому самые сильные работы соревнуются за звание лучшей. Корабли оценивают сначала в школе, а затем на водоеме. Задача каждого суда – пройти дистанцию и не сбиться с курса. В роли капитана – сами конструкторы. Для юных мастеров открытые горизонты остается только пожелать им попутного ветра.